А почему тогда Land Cruiser 200? Ко мне не приходится двигать сиденья, очень просторно. Надо брать Крузак. Каен. Ну мне Крузак больше нравится. Каен похож на яйцо. Ты настолько не водитель, что поцарапал с лавки Каен. Какие нахрен твары, Виталик. На дизельном двигателе расходы бензина значительно меньше. За эти деньги можно было 8 УАЗиков купить. Все, можно говорить. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас нержавая молодость. Вместе с батей буду в кадре сегодня я тоже. Почему? Потому что машина моя. Toyota Land Cruiser 200 не хотел снимать на эту тему роликов. Но так как у аудитории большой интерес, поделюсь своими впечатлениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По своей натуре я не автолюбитель. В мире автомобилизма это называется наездник, наверное. Человек, для которого автомобиль это просто средство передвижения. Вот я отношусь к таким людям. Ну тогда вы спросите, а почему тогда Land Cruiser 200? Почему такая дорогая и большая машина? Тут имеет значение ряд обстоятельств. Во-первых, машина очень удобна для моей работы. Потому как на съемках всегда требуется очень большое количество аппаратуры. Большой громоздкий объемный свет. Камеры, рюкзаки, реквизит, сумки большие. Все это прекрасно помещается в этой машине. Также часто снимаем где-нибудь на отшибе, за городом. В каких-нибудь труднопроходимых местах. А машина в свою очередь прекрасно отвечает всем этим требованиям. Эта машина с комфортом довезет до любой жопы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откроем капот, посмотрим. И ничего ни хера не поймем, потому что тут какие-то буквы нерусские. Валера, подь сюды. А, нет, тут даже мануал на русском есть. Рассказывай, что это за двигатель? Один ВДФТВ, В8, дизель до налогов. 235 кобыл всего. А есть еще карбюраторная версия, у которой, значит, больше 300 лошадей. Она уже налоговая. Инжекторная. Один УАР-ФЕ, 309 лошадиных. Там уже будет тысяч 40, наверное, платить. А здесь 15 тысяч? Здесь тысяч 15 будет, да. Чего? Тысяч 15. А самое что приятно, что этот В8-то способен и 400 сил выдать. Но как он задушен до 235, тем самым ресурс увеличен. То есть ходить будет и миллион, и два. Это всего лишь третья моя машина. До этого у меня был Рэндж. Может быть, даже о нем я тоже сниму отдельный ролик. И когда я был студентом, у меня была Ауди 80. Оу, да. Но это было очень давно, и потом я долгое время вообще не водил. Вообще, когда я задумался о покупке машины, в принципе, на месте Крузака могла быть и другая. Потому как Крузаки это обычно автомобили каких-нибудь толстых дядек, бизнесменов, коммерсантов, которые ездят там на свои встречи, ворочат свои серьезные дела. Как правило, ими владеют уже дядьки в возрасте. С другой стороны, я уже не студент. В частности, мы искали, например, Финик. Мы полезли в вольер в приложение, да, в Дром, по-моему. И на Дроме вбили Инфинити. И потом поняли, что Инфинити... Блять. Расход бензина... Расход бензина как... Блять, нет. Расход бензина... На дизельном двигателе расходы бензина значительно меньше. Ну да, то, что двигатели там более 5 литров, да, 5,6, сколько там? 5,6. И 400 с лишним лошадей. 1060-70 будет рублей налога на Инфинити. Конский расход топлива. Да, и не очень хорошая репутация надежности. Мы отказались, короче, от этого варианта. И уже вбивали, смотрели Крузаки. 2,5 ляма за машину. За эти деньги можно было 8 УАЗиков купить. Мы вообще сами из деревни, как я уже говорил. И отец у нас камазист. И с самого детства мы нюхали выхлоп КАМАЗа. Мы жили в частном доме. Отец приезжал на КАМАЗе с работы, ставил его во дворе. И с утра, когда надо было его заводить, особенно зимой, он кипятил воду во фляге и нес заливать систему, чтобы его завести. Он стоял во дворе, тарабанил часа по два. Часа по два он с утра тарабанил. Иди на пас сделай, ежик в тумане. И весь выхлоп засасывало в форточку. Белье, которое стирала мама, висело на веревке. Оно полностью пропитывалось этим запахом. Плюс мы еще ездили иногда с ним. Ты, кстати, больше ездил, да, с отцом на КАМАЗе? Весь КАМАЗ пропитан соляркой с ног до головы. С кабины до колес. И этот запах мне очень не нравится. У меня от него болит голова. Поэтому я всегда вообще, в принципе, после вот этих впечатлений, я всегда был против дизельных двигателей. Мы боялись, что дизельный автомобиль будет вонять так же, как и КАМАЗ. Ну, потому что просто не было опыта посмотреть современный автомобиль с каким-нибудь Евро-5 на дизеле, ну, и понять, что он абсолютно не воняет. Да. Оказывается, он абсолютно не воняет. Нет, он воняет, но воняет далеко не так. Минимальный запах. Кстати, в принципе, внедорожники-то я видел, какие-то старые внедорожники, но они воняют не сильно лучше, чем как КАМАЗ. У меня у товарища был третий Гольф дизель 93-го года. У меня у товарища был Сеат 94-го года. Они воняли так же, как и КАМАЗ. И весь салон этот велюровый, все было пропитано. Но оказывается, Евро-5 решает. Да, мы понюхали выхлоп, буквально подошли, понюхали выхлоп современной машины с дизельным двигателем и убедились, что, в принципе, это не так страшно, как нам казалось. Поэтому, да, действительно, времена меняются, двигатели меняются, системы очистки выхлопных газов сейчас иные. Как это называется? Евро-5, да? ЕГР, система ЕГР. Дожигание там в выхлопных газах. Ну, я не особо разбираюсь. Не, дренажку, да, я ее разберу. Да. Это в доме леса. Поэтому все-таки выбор пал на дизельный крузак, какой мы сейчас и имеем. Так, а теперь вопрос. Нахера тут два аккумулятора? А это для таких, как Виталька. А че? Свет в салоне забыл выключить, всю ночь горел, утром пришли, запустился. А что, на одном аккумуляторе бы не запустился? Да вряд ли бы. Это у нас бачок для гидроусилителя. Так, это что? Воздушный фильтр. Вот у него выход вбок. Высоко, высоко. Можно в крыле дыру просверлить. Нахера? И пуск с крыши сделать. Шноркель поставить. Шноркель поставить. Ну, это для оффроуда, для вот этих вот сумасшедших дядек, у которых денег дохера, которые готовы вот такую машину покупать, чтобы с ее делать корч, вот и в говно залезать. Я считаю, что если ты плачешь за машину, как за квартиру, то езди по асфальту. Правильно говорю? Можно две однушки взять. Это, по сути, две однушки в Челябинске по стоимости. Ну, две студии. Ну, куда это годится? Так как опыта в подборе автомобилей у меня не было, я решил обратиться в автоподбор. В сфере блогинга самый известный Ильдар Автоподбор я ему и написал. Когда мы приехали, нам вообще сказали, что, в принципе, Крузак сейчас хоть имеет такую репутацию, это не предел мечтаний, есть другие машины, более экономичные, более современные. И нам предложили посмотреть еще две машины. Порш Каен и Вольцваген Туарег. Ты послушай, что нормальные люди говорят. Какие нахрен Туареги, Виталий? Какие маареги там, Каенны? Они в Челябинске не то, что сгниют, они там от радиации сплавятся. Поэтому только Крузак, форево. Это круче и надежнее, чем, наверное, даже Калашников. Вообще, в принципе, если у тебя есть деньги на новую машину, ты можешь брать любую машину, хоть BMW. Новая машина имеет срок гарантии какой-то, да, даже если сломается, тебе должны по гарантии ее отремонтировать. Свежая новая машина, любая, в принципе, она неплохая. Если речь идет о вторичке, тут уже, естественно, нужно исходить из практичности, рациональности. Если бы я был чуть моложе, я бы, наверное, все-таки взял Порш Каен. Когда я сел в Порш Каен, у меня желание купить эту машину появилось. Она действительно более резвая даже, чем Рейнш на Триузете. Более причесанная, гламурная такая, более спортивная машина. Наверное, более молодежная. И, в принципе, она мне тоже по душе, но я исходил из практичности. Мы с батей поспорили, и батя меня переубедил. Надо брать Крузак, Каен. А я говорю, Крузак. Ну, Крузак так Крузак. В Москве, если у тебя какой-нибудь старый Порш Каен или Фольксваген Туарег, даже если у тебя что-то отрыгнет, ты быстро найдешь запчасти и быстро отремонтируешь. Слушай, здесь в Челябинске все не так. Здесь 2-3 специалиста, которые более-менее что-то фурычат в таких машинах. Поэтому, когда у меня на РНЖ порвался трос ручного тормоза, ремонтировался он 2 недели. 2 недели просто машина стояла и ждала дурацкую запчасть. И плюс еще там какое-то время ее ремонтировали. Поэтому на Урале и Сибири ценятся надежные машины. В принципе, эта машина отвечает всем моим требованиям. Ну, дай порулить уже, иди, твоя мать. Ладно, сейчас порулишь. Валера, давай подсказывай. Кнопок-то, иди, его мать. Ну, давай ключи. А куда втыкать? Так, без ключевой доступа. Вот эта система ваша модная. Ручник, как я вижу, здесь обычный, аналоговый. Надежный. В отличие от того же РНЖ, у которого он электронный и иногда может сломаться. Перемерзает и рвется. Так, рассказывай, что за кнопки? Четырехзонный климат-контроль. Так, это что у нас такое? Это пониженная повышенная передача. Выжимаем тормоз, ставим на нейтралку, поворачиваем. Вот эту регулировку мы можем крутить уже. Он меняет покрытие. Тут получается 5 режимов, да? И это все активно только в пониженном режиме. Вот эта клавиша уменьшает радиус разворота. То есть, в сторону, в которую ты разворачиваешься, блокируется заднее колесо. Вот у нас еще клавиша Power и 2ND. Включаем режим Power, и у нас двигатель работает более в высоких оборотах. И позволяет преодолевать препятствия ходом. Но платить придется повышенным расходом топлива. А режим 2ND, он нам дает старт со второй передачи. И меньшую отзывчивость на педали газа. То есть, она нужна для того, чтобы трогаться на скользком, к примеру, зимой. Но 90% владельцев ленд-крузеров, наверное, даже никогда этого и не нажимали. И все ездят в обычном нормальном режиме. Немножко подубасили, значит. По пухляку. Ну, где пухляку, а где и намерзло. Впечатления самые позитивные, конечно. Чувствуется. Мощь неуправляемая. Особенно, если отключаешь антибукс. Но! Все время не покидает ощущение, что машина стоит 2 с лишним миллиона рублей. Ты ее жалеешь. Хочешь, не хочешь, ты ее жалеешь. Вот так, чтобы прям проездону ставить, как УАЗику какому-нибудь. Или Ниве там. Совесть не позволяет просто. Ну, привыкли мы жалеть то, что достается потом и кровью. Для России эта история очень, как бы, дорогая. И, ну, чтобы вот на таких машинах профессионально заниматься оффроудом, их вот переделывать, это вот надо очень много денег. На стоковом, значит, крузаке сильно в говно ты не полезешь. Тебе просто будет жалко. А так вот для города, особенно для вот Уральского региона, для Сибирского региона, вообще для всей остальной России, кроме Москвы, машина идеальная просто. Потому что все вот эти дороги, которые для остального нормального цивилизованного мира считаются бездорожьем, на этой машине преодолеваются очень просто и без последствий. Все эти кривые лежачие полицейские, все провалившиеся вот эти бордюры и прочее, все легко преодолевается, достаточно. Если выезжать на детственный снег, то, ну, полметра он пройдет. На пониженной полметра снега, я думаю, что мягко он пройдет. Ходом и метр может пройти. Если его немножко поднять, поставить туда злую резину, значит, колеса побольше, немножко облегчить его, то, в принципе, наем можно... Да, твою мать, снег этот, лед трещит, сука, это, ссыкотно, блядь. На наем уже это, да, и в экспедицию куда-то поехать, как, в принципе, один товарищ наш, Сергей Саймон, и делает. Именно на таком крузаке, с таким же дизельным двигателем, он уже объездил полмира. Пока гоняли, значит, отлетел нахер номер. Вон, ранка сейчас отлетела, поэтому домой поедем. Номер надо будет положить на лобовое стекло. Конечно, у крузака есть репутация такого чисто брутального автомобиля для мужиков, но я считаю, что у крузака найдется и женская аудитория. Сосиологический опрос. Что предпочитают девочки? Каен или Крузак? Каен. Почему? Ну, она поменьше будет. Красивая, фары красивые и значок. Крузак. Мне просто большие машины больше нравятся. Мне больше Каен нравится. Мне Крузак больше нравится. Я бы хотела себе такую машину. А тебе сколько лет? 19. Ну, короче, чем моложе, тем глупее. Поняли? Каен. Ну, Крузак. Я даже не знаю, как эти машины выглядят. Каен. Каен. Крузак. Первая, первая. Курзак. Кургазак. Ни то, ни другое. Почему? Тесла. А про что спрашиваешь? Каен. Каен. Крузак. А, я не знаю, я в машинах не разбираюсь. Ну, наверное, Крузак. Это потому, что он Виталькин. Ну, да. Мнение подкуплено. Мнение подкуплено. Каен или Крузак? А, ну, Каен. Ещё одно очко Каену. Моё очко отдается Каену. Крузак или Каен? Крузак. Почему? Каен похож на яйцо. Слыхали? Каен яйцо. Вуаля. А вы говорите Каен. Наглядно показали, что Крузак лучше Каена. Хотя бы потому, что в Крузаке есть третий ряд сидений, можно посадить на две девочки больше. Да? Очень круто, что там сидит очень много человек. А мне не приходится двигать сидения. Очень просторно. Первый раз так. Первый раз. А до этого что? До этого приходилось, да? Кажеметр девяносто восемь просто. При желании сюда вот седьмую можно. И этого. Оруженосца вот сюда. Чтоб он это. Самогонку разливал. А ещё для пикника. Вот полочка. Раз. И всё. Суды. Сало, огурцы. Хлеба нарезать. Самогонку всё поставить. И всё. И с девками сидеть здесь можно. Очень удобно. Вот такой вот несправедливый Порш Каен. Багажники третьего ряда сидений не найдёте вы. Круто. Ну там получше было. В салоне очень красиво. Но менее вместительное. Приходится двигать сидения. Тесновато довольно. Но лично мне Порш всё равно нравится. Зато салон красивый. Она кожа. Да. Но он для девочек. И очень красивая машина. Но мы так же. Ну тесно. Учитывая тех, у кого он достаточно большой и ноги здесь вообще не влезают. Придётся как двигать. Двигать Козину придётся. Я считаю, что тратить 2,5 миллиона на машину – это олигархическая блажь. Я бы себе никогда бы не купил. Ну так у тебя и денег столько нету. Какой тебе крузак? Иди в жопу. Они ещё как альтернативу рассматривали Порш Каен. Который, если честно, для меня вообще гомосятельный. Валера, ну-ка покажи. А что бы они купили за эту сумму? Вот эту Каену вообще. Можно было купить за эту сумму? Ну вот Каен того же года 2,1. То есть даже дешевле? Дешевле, да. О, тут вариантов много прям. Бери не хочу. Крузак, он как хорошее вино. С годами только дороже. Получается, помимо недвижки, можно вкладывать в крузаки. И так получается. Ну в Тойоту. И деньги не потеряешь. И настроение не испортится. Я настолько не водитель, что ещё даже не изучил все... Ты настолько не водитель, что поцарапал Славки Каен. Ну это отдельная история. Да, могу рассказать в принципе. Ну иди уже. Могу рассказать в принципе. Прокатившись на Порше Славиным, я немножечко чиркнул зеркало. Было неудобно, но я сразу понимал, что ничего критичного там не произошло. В принципе, Слава адекватный человек. Он в комментах отписал под роликом, что всё в порядке. Там и следа не осталось. Перед Славой я извинился. Несколько раз переспросил, надо ли мне как-то возместить вот этот след на зеркале. Там заплатить за полировку или ещё как-то. Он сказал, что всё в порядке, ничего не нужно. Да, кстати, если водитель Бусика смотрит этот ролик, извини. Да, вот перед водителем Бусика я действительно не извинился. Мы проехали метр пятьдесят, остановились. Иначе мы перекрыли бы движение. Это узкий двор. И посмотрели, что там за след. Тогда я не подошёл извиниться, потому что, ну, видимо, слишком сильно всё сконцентрировалось на зеркале Каена. Тем не менее, в комментариях там устроили просто холивары. Все так обозлились. Какой же я мерзавец, подонок, поцарапал Славе Каен. Это хорошо для активности. Ну, Ильдару нужен был контент, он его получил. В общем, на самом деле, естественно, там не так всё было страшно, как это было подано. Я извинился перед Славой, но, к сожалению, это или не снимали, или если снимали, просто решили не брать в монтаж. Но, опять же, видимо, для контента, чтобы у людей немножко засвербило в одном месте. Многие ещё писали, что какой-то я был грустный в этом ролике. Но я, в принципе, не такой весёлый сам по себе, как, возможно, в образе. И плюс обстановка была, ну, прямо скажем, нерасполагающая для того, чтобы шутить. Всё, что происходит в ролике, к этой машине не имеет отношения. Потому как Ильдар вообще в какой-то момент сказал, что у него нет времени и просто уехал. И прислал своего эксперта, который уже нашёл этот крузак в дилерском центре. Зовут этого эксперта Павел, за что ему большое спасибо. Очень приятный, вежливый молодой человек. Машина, в принципе, в хорошем состоянии. Даже я, на свой неопытный взгляд, могу сказать, что она довольно свежая. Пробег 160 тысяч. Салон соответствует пробегу, не стёртый. Пропердели его ещё и не насквозь. Никаких чеков не горит. Всё, в принципе, довольно-таки неплохо. Спасибо компании Ильдара за то, что помогли подобрать автомобиль. Спасибо Павлу за то, что подбирал автомобиль. Нравится ли мне этот автомобиль? Пока, да, действительно, в течение трёх месяцев езды на этом автомобиле, к нему пока вопросов нет. Буду ли я обращаться ещё в автоподбор? Не знаю. Будут ли ещё коллаборации с Ильдаром? Нет. И это же ещё не самая последняя версия крузака, да? Ну да. Это первый рестайлинг 200-ки. Ещё второй? Второй с 2015 года. Так. А её можно как-нибудь переделать, чтобы она выглядела как второй? Можно. 300 тысяч китай. Оригинал так вообще 700. Да, пусть эта машина более ленивая, она менее динамичная, она лениво набирает скорость и также лениво тормозит. Да, у неё есть вот эта валкость и какая-то небольшая неуклюжесть, и на ней не поиграешь в шашки на дороге. Но в принципе, в данный момент для меня эта машина отвечает всем моим требованиям и меня устраивает. Благодарим приложение Дром за участие в создании ролика. На этом всё. Спасибо всем. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, что лучше, крузак или каен. Дорогие друзья, мы закрываем календарь Гараж 2021, осталось буквально 200 штук, поэтому если хотите урвать себе календарик, пишите Валентину. Ещё один аргумент в пользу крузака, Рэндж всё-таки пятиместный и столько, сколько я могу поместить в крузак. А знаешь, почему в Рэнже масло не капает? Почему? Потому что оно уже вытекло. Ну вот поэтому у меня крузак. Напишите в комментариях, что Витальке в следующий раз поцарапать. Зеркало, крыло или бампер? А чё, прикольно?